Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Меня попросили рассказать свою автобиографию, вроде бы как это нужно. А то стал выставлять ролики, наши беседы, и люди говорят, а кто это такой? Никто его не знает, то есть у меня вылез тут ни биографии никакой, ничего нет. Не знаю, насколько это надо. Дело в том, что у меня вышли книги, и вот одна из них называется вот так. Для Слова Божия нет уз. И трехтомник Нового Завета. Сейчас я покажу его. Это я выпустил 38 книг. 38 книг. Господь позволил мне издать. Это на столе лежат мои книги, изданные мной. За 9 лет. 38 книг. Вот Новый Завет. Полное толкование Нового Завета. Видите, какая она. По блаженному феофилакту. И 297 моих комментариев. Я к чему говорю, что вот эти три книги, и вот эта четвертая, это в подарок были Путину Владимиру Владимировичу, значит, Медведеву Дмитрию Анатольевичу и патриарху Кириллу. Тут вся моя биография. И при том, биографию это не я писал, а с моих слов другой, тут от составителя. Может быть, это надо будет засчитать сначала, рассказать. Видимо так, сделай сюда, Владимир, подойди, вот здесь вот слух, прочитай. А потом к этому я добавлю уже биографию. Я думаю, тем более вступление это делает очень известный человек в московской патриархии, теперь он священник Николай Балашов. Он в отделе внешних отношений, и он занимал очень ведущую роль, когда вот это объединение, как называют, актах к аноническому признанию был. Стань, чтобы тебя видно было сюда. Русско-православная зарубежная церковь и московской патриархии. Вот это он что пишет. Сюда поближе, стань, чтобы видно было. А видно, видно. Давай. Погромче. От составителя. Как появилась эта книга. После того, как Игнат Тихонович Лапкин вернулся домой из лагеря, друзья попросили его рассказать о 15-месячном пути от ареста до выхода на свободу. Да и сам он чувствовал потребность поделиться приобретенным опытом. Сядь рядом, чтобы тебя видно было. Из этих рассказов вышла вторая часть книги. Тюремные воспоминания Игнатия вызывали у многих читателей живой интерес. Поэтому друзья стали просить его восполнить их рассказом о более ранних событиях. Постепенно из разных отрывков сложилось повествование, составляющее первую часть этого тома. А третью часть вошли некоторые письма Игнатия, написанные уже по возвращении заключения. Приложение включает приговор суда, акты тюремной психиатрической экспертизы, показания свидетелей на предварительном следствии, протесты, послания в суд и прокуратуру и другие документы. Игнатий никогда не возражал против любого использования его писем верующими. Была бы в душе польза. Таков его обычный ответ. Поэтому мы решили, что не погрешим против воли автора, собрав все эти тексты вместе. Надеемся, что верующий читатель найдет здесь и поучение, и пищу для раздумий. А в будущий исследователь нашей нынешней церковной жизни обнаружит в этих записках ценный материал. Мы включили в эту книгу в сокращенном виде и небольшой самиздатовский очерк о сибирском магнитофонизаторе, написанный вскоре после его освобождения. Полностью он был помещен в бюллетне христианской общественности номер 2. Магнитофонизация всей Сибири. Таков полушуточный девиз миссионерской и просветительской деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина, православного христианина из Барнаула. 28 марта 1987 года досрочно освобожденного по указу Президиума Верховного Совета СССР из уголовного лагеря ЖД-158-3 в казахском городе Жанатас. Проповедь Евангелия свидетельства о духовном богатстве православия, библейское просвещение верующих, сплочение их в стойкие братские общины, в которых каждый жертвенно служил Господу, как и чем может. Вот основные направления миссионерского служения Игнатия. Гиблейский фундаментализм, старообрядческая приверженность к уставу и регламентации жизни. Сюда пересядь, потому что заян было. Место повыше сядь. А меня видно, меня видно. Тебя плохо видно. Давай, сядь. Я отойду, потом я подойду в конце. Но как-то очень органически сочетается в нем с открытостью, непредвзятостью суждений, а порой прямо-таки пророческим дерзновением. С этим столь непривычным для нас сибирским самородком можно в чем-то соглашаться или не соглашаться. Но нельзя не признать его право говорить то, что он говорит. Позиция Игнатия родилась не в ленивого разговора за чашкой чая. Она действительно выстрадана до крови. В соответствии с словом и делом Игнатия засвидетельствовал еще прежде свое тюремное и лагерное исповедничество. Игнатий и его друзья – самые яркие из известных мне примеров аскетической жизни. Речь идет не только о продолжительных молитвенных правилах и дисциплине внутренней. На питание семья Лапкиных Игнатий и его жена Надежда расходуют около 20 рублей в месяц. Кирзовые сапоги на дешевую рубашку, перехваченную пояском. В другом виде я не встречал Игнатия ни разу. Зимой фуражка заменяется на видавшую многие виды ушанку, добавляется ватная телогрейка, многодневные поездки, только в общем вагоне. А все оставшиеся деньги на помощь нуждающимся на делах миссии и служения. Не ограничиваясь Барнаулом и окрестными сибирскими городами, Игнатий по крайней мере раз в год во время отпуска до ареста он работал сторожем. Предпринимал вместе с кем-нибудь из друзей миссионерское путешествие. Казахстан, Украина, Средняя Россия, Прибалтика, где только они пролегали его маршруты. Квартиры друзей в молитвенных домах баптистов, адвентистов и пятидесятников, дворы православных храмов, обращенные в музеи церкви, вагоны поездов, комнаты милиции в московском метро. И всюду общение с новыми и новыми людьми. Проповедь, проповедь, проповедь. Игнатий всегда старался поддерживать максимально близкий контакт с духовенством. Одно время он был частным гостем и в епархиальном управлении. Уговаривал и наедине увещевал знакомых батюшек. Обновление, оживление приходской жизни, безбоязненное и свободное общение священника с прихожанами, введение более строгой церковной дисциплины и, главное, усиление евангельской проповеди. Вот на что были направлены его усилия. Результаты, как ни трудно догадаться, были весьма разные. От самых внутренних и глубоких. Включая всенародное покаяние двух священников перед их паствой. До таких вот, скорее, комических. Гюм! Опять Игнат пришел. Придется проповедь говорить. А то ведь накапает владыки. Вздыхает местный батюшка, отодвигая пальцем завесу и с недоувольствием взирая сквозь завитушки царских врат на слишком хорошо знакомое бородатое лицо в толпе прихожан. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться. Так ведь говорил когда-то другой неутомимый миссионер, во многом послуживший образцом для Златоуста со второй строительной. Как окрестили Лапкина в статье «Алтайской правдой» филиппийцам 1 глава 18 стих. А почему, собственно, Златоуст? Не только корреспонденту пришла в голову эта действительно небезосновательная аналогия. Впервые ярлык секты златоустовцев налепил на друзей Игнатия настоятель Барнаульского храма. Дело в том, что издательская деятельность Лапкина, которая затем привела его в Барнаульскую тюрьму и в Жанатас, начиналась как раз с записи всех творений святого Иоанна Златоуста в русском переводе на 62 магнитофонных катушках, около 600 часов звучания. Замысел был таков. Во-первых, лучшего способа размножения религиозной литературы в провинции не найти. Пишущая машинка – это очень малая скорость, дороговизна, полуслепые экземпляры и неизбежные опечатки. Во-вторых, не все умеют читать. Да-да, православные бабушки в Сибири. Не все могут много читать, слабое зрение, особенно у пожилых. Не все, наконец, любят читать, не все приучены. А кто же откажется сесть поудобнее, нажать кнопку, закрыть глаза и слушать, да не кого-нибудь, а Иоанна Златоуста? Или, что мешает слушать проповеди и житья за повседневной домашней работой? В-третьих, когда человек читает книгу, он обычно один, а вокруг монитофона, как бы сам с собой, возникает кружок слушателей. Почему бы не пригласить еще соседей? И вот деревенские посиделки превращаются в прослушивание. Успех монитофонизации стал превосходить все первоначальные ожидания ее изобретателя. За кассетами стали приезжать издалека. Просили их отовсюду, знакомые, знакомые знакомых и просто прослышавшие. Архиереи, священники, монахи, причетники, имиряне, молодые и старые, православные и неправославные. Образовалась очередь. Находились и те, кто говорил, за любые деньги. Но в этом отношении Игнатий безоскоризненной строгостью держался правило, принятого, как обед в самом начале. Весь труд только ради Господа. Абсолютно бескорыстно, ни копейки себе. Более того, неимущим вкладчину приобретали монитофоны. Тоже для общего пользования. Бесплатно давали записи. Монитофонизация началась со златоуста. Но им, конечно, никого не ограничилось. Начитаны и размножены были Библии, жития святых с 1 по 19 века. Добротолюбие, лествица, исповедь блаженного Августина. О подражании Христу, Фомы Кемпийского. Книги проповедей отца Дмитрия Дудко. Исторический путь православия отца Шмемана. Апологические книги баптистского автора Рогозина. К 1986 году полная каталогизированная фонотека Лапкинской записи составляла около 200 кассет. Это более чем на два месяца непрерывного звучания. Игнатий, как, впрочем, и Златоуст, не смог ограничиться чисто религиозной тематикой. Наговорил он и архипелаг ГУЛАГ с собственным послесловием и посланием патриарха Тихона. Собрал и размножил записи своих бесед с верующими, включавшие их воспоминания о годах репрессий. Писал стихи, в том числе и провождя мирового пролетариата, как будет позднее сказано в следственном деле. В круг интересов Лапкина входили вообще очень разные темы, в частности и такие, которые мне весьма и симпатичны. Так, в 1978-1979 годах он размножил кассеты «Тайна беззакония в действии», в основу которых были положены апокалиптически интерпретированные протоколы сионских мудрецов. «Ах, не хотелось бы мне и говорить об этом теперь, но придется, а то уж и вовсе я перейду в жанр «Житья» или «Акафиста». Всем этим Игнатий занимался, не даясь по справедливости, не видя в своих делах ничего преступного. Последствия заставили себя ждать, пожалуй, дольше, чем можно было бы подумать. Однако в мае 1980 года он был арестован и пробыл до октября под следствием по статье 191, а потом был внезапно освобожден после того, как подписал заявление, что больше не будет размножать произведения политического характера. В справке, с которой он вышел из тюрьмы в графе «Причина освобождения» было написано «Ввиду переменившейся обстановки». При этом представитель КГБ сказал, что против чистой религиозной деятельности Лапкина никаких возражений не имеется. Златоуста своего размножай хоть мешками. Почти всю фонотеку, изъятую при обыске, в тот раз вернули, кроме, конечно, архипелага, и еще некоторых вещей. За последующие пять лет Игнатий еще улучшил свою техническую базу и действительно размножил не один мешок магнитофонных пленок. Это был и златоуст с другими прежними записями. И проповеди полюбившегося Игнатию Стокгольмского радиопроповедника Ярса Пести. Новые книги Дудко. Труды отца Григория Диченко. Трагедия русской церкви Регельсона. Свою подборку житей он завершил, включив в нее материалы о новомучениках, известную самиздатик книгу «Отец Арсений» и другое. Слово данное в тюрьме держал, но видная обстановка вновь переменилась. И 9 января 1986 года Игнатия опять арестовали. В тот же день во многих городах страны прошли обыски. Более чем у 30 человек были взяты многочисленные катушки с записями. Златоустца со всеми прочим вновь упаковали в мешки с печатями. Мы опускаем заключительную часть очерка. О последующих событиях читатели узнают от самого Игнатия Лапкина. Николай Балашов. Москва. Август 1988 года. Игнатий Ильич. Ну вот. Благодаря Богу. А то много рассказывать, что ты и пропустишь еще. Я возьму из этой книги и немного фотографии покажу. Родился я 10 июня 1939 года. Поселок Карповский. Это конзавод номер 140. Тюменцевский район Алтайского края. Там был совхоз, а родители наши были в колхозе. Поселок Потеряевка. Мамовский район теперь за 35 километров. А между ними еще 10 километров Бором. Это потом придется мне еще пояснить, для чего я это сказал. С детства своего запомнилось одно. Более ярко. Как мой отец вернулся с фронта. Вот это я очень хорошо помню. Когда началась война, ну я с 39-40, мне 20 с лишним годом было уже. Дядя меня брали, такое смутное-смутное. Кто-то меня на руках поднимал и подбрасывал. Это моей мамы, три брата. Макар, Филарет и Эммануил Чунаревы. Там 19 лет, даже 22. И там лет 21 было. Почти по годке были. Три брата. Бригадирами были. Всех забрали. И все артиллеристами погибли на фронте. Поэтому я жил, здесь ни с какой стороны не было. Но вспоминается с детства такое, что у матери была дома книга такая с толстыми корками «Псалтырь». А брат-то на 5 лет старше меня, он уже в школу пошел. И помню, мы на пешке сидим на русском, он книгу оттуда достал. А поля широкие были. Ну, показать, например, вот такие поля. И он на них рисует лесенку и растопыренные пальцы. И мы вдвоем с ним лезем по лесенке. Я потом эту книгу уже рассматривал и все думал, долезем мы или не долезем до неба-то. И помню, внизу стоял большой сундук. Ну, ящик такой всегда раньше делали, кованый. Какие-то там тряпки лежали или дрова. И заходит какой-то дядька. Я не знал, что он с одной рукой. И он на меня, значит, глянул. Потом, о, какой ты большой-то стал. А отцу оторвало руку и после вернулся почти под самое плечо. Левой руки не было. Он самый первый. Это Черный, 41-й год. Под Доргобушевым он все этот город поминал. Где он там город? На Украине, видать. В Белоруссии. Ну, а я от него бежать на печку забрался и спрятался. Вот это мой первый партизанский поход был на печку от отца родного. А когда уже было мне 4 года, больше, родители жили. Домой меня, видно, возили по Теряевку. У них хлеб черный был. А у дедушки в совхозе. Там же деньги давали, продавали хлеб. И я привык уже к беглому хлебу. Вот тебе и коммунизм. Тут все можно соединить. Ребенок и понимает. За мной отец приехал, я домой не поеду. Почему? У них хлеб черный, как земля. Я помню, повез, когда меня дедушка домой. Дедушка был высокого роста такой. Он первую германскую всю прошел. И навстречу встретился другой дед около озера. И он на кукане, на прутике две рыбы нес. Одна большая, другая маленькая. И они вплотную. Я так подумал, что они такие рыбы, такие есть. Вот полторы рыбы, такие плавают. Что значит в ребенка заложить? Что-то надо. Почему Лев Толстой говорил, что во мне есть, это 80 с лишним лет было. Половина из этого я получил до 4-летнего возраста. Как нужно быть внимательным к детям? Ни одного лишнего слова не сказать. Быть серьезными. Я это все потом буду разбавлять еще. Потому что я начальник детского лагеря, 40 лет, основатель его. Православный детский трудовой лагерь Стан в честь священномученика Климента Анкирского. Климента Анкирского 6 февраля память его по новому стилю. Ну, дома ребятишки шли, у нас в семье было 12 ребятишек. 12. Это получается у нас 7 братьев и 5 сестер. Но двое в раннем возрасте умерли, а 10 выросли. Об отце сказать нужно, Тихон Дмитриевич, он с мамой вместе, Мария Егорова, не кончили ни одного класса. Но отца память была феноменальнейшая. Я как-то написал комсомольскую правду, там такой про природу пишет Песков Василий Михайлович. И он говорит, мы эти материалы обязательно постараемся публиковать. Потому что связано со скотиной. Отец знал на всей деревне, какая скотина, какой гусь на память. Когда вещь какая гулялась, то есть покрылась, осеменилась. Когда она должна объявляться, от какого она произошла, до какого колена, он не умеет писать это все знал наизусть. Видимо, что-то бывает так, что от родителей передается детям. Я этого не знал, что мне дана такая память, может быть и какая у отца. Но мне сильно хотелось учиться. В школу брали с 7 лет. Я вожусь все время с ребятишками дома. До того мне это надоело водиться. Вот охота поиграть, а они орут, надо пеленки стирать, кашей кормить. Прямо не знаю. Но я выставил шибко, называется, нижнее окошечко-то. И задом туда спущусь, пойду веник наломаю, там трава растет, в избе надо подмести. Я 6 лет не помню было. И никогда никого не запущу. Мать сказала, не пускать, как сейчас помню. Она сказала, придет тетка, Пелагея, отцова родная сестра. Так ты ей открой дверь, она зайдет, хлеб вытащит. Хлеб на поду в печи лежит. Ну а пошла тетке, полагела, нет. Встретила другую тетку, отцового брата, жена, Анастасия. Она говорит, иди хлеб вытащи. Она подошла, я говорю, нет. Мне 6 лет. Да я ее знаю, она через дом живет. Вот мама сказала Пелагею запустить. И не в жизни запущу. Вот это вот в человеке где-то с детства закладывается. И она через окно, через шибку, давай командовать. Ты бери лопату деревянную, открой заслонку, подсовывай под хлеб, тащи на себя. И она мной руководила, я хлеб весь повытаскал. Но ее не запустил. Так вот я в эту шибку вылез. А у нас деревня как бы пополам разбивалась. На той стороне, на грани, чуть подальше была школа. А на нашей стороне магазин был. И что дальше, вот половина деревни я никогда не знал. Только с отцом, когда прогоним коров. Он пастухов был утром. Ну обычно утром отец один догоняет до сюда. А вечером он сам прогонит. Я не знал где школа. И вот первый день я пошел. И не дошел, несколько шагов. Дети крещат, а видимо урок был. Там что-то они хором пели. И я не зашел. Вернулся домой. Но уже поход состоялся. На завтра я ребятишек накормил. Положил спать и в школу. Учительница у меня тогда была там Блатова Мария Ивановна. Дочка председателя колхоза. Ну а она с другими-то учениками там возится что-то. А мне дала сказать, какие буквы ты знаешь. А я ей уже шпарю там дальше считаю. Я до школы до шести лет уже газеты считал. А как? У меня брат был старший. Он на пять лет его Самуил звать. И вот он что-нибудь учет, а я лезу охота. Он буквы не говорит какие. А я с той стороны лезу. Он вот так мне по лбу шелкнет. Это буква А. Я А уже запомнил. Теперь как буквы складывать? Ну и получилось так, что он на пять лет старше. Он стал потом отставать. Но отец мне купил букварь. Пошел у какой-то старой учительницы. За ведро или за два ведра картошки купил его. Ну я его прошел. Пока учительница обернулась, я уже там страницу 15 прочитал. Но на завтра-то мои родители узнали. Няньку-то потеряли. Они тогда меня больше в школу не пустили. Но я благодарю Бога, что у меня всю жизнь встречались добрые люди. Вот Мария Ивановна, она высокая ростом, такая статная была. Я просто любил ее. И она пришла, и моих родителей как-то сумела уговорить, что вы неграмотные. Сейчас времена другие. Надо ребенку учиться. Ну придет 7 лет. Им главное, чтобы год еще порой. Я с нянькой был. Пестуном. Ну и меня отпустили в школу. Учиться было легко, свободно. У меня особенно любимая была математика. Я первую сделаю, а можно было из класса выходить. А я ничего так не любил, как птиц. Вот эта орнитология во мне сохранилась. Это все в ребенке закладывается. И я в лес убегу, и там я с птицами. И ловил, и было все такое. Но когда я пас с отцом на поле, мать, сготовить что-то, отнести отцу надо. Он далеко пасет. Это сейчас ленивые там. Полдня пасут, полдня другие. Я даже такого не слыхал. У нас было как? По снегу еще снег совсем не сойдет. Едва трава появилась. Выгоняет отец колхозное стадо, коров там или овец. И пока снег не покроет землю. Ни одного выходного нет. И как-то мы считали, что там все нормально было. И вот я приду, а отец с фронта был контуженный, порыженный. Ему не важно было, слушает. Нет, он рассказывает, как были люди. Видим, какая-то ямка. Он говорит, вот здесь жили Редькины, а вот здесь Шахурины. Я говорю, а где тятя? Мы звали. А отец рассказывает, вот пришли люди, да так оглянется, чтобы никто не видел. Аглоеды. Нехорошие люди. Это из нашей же деревни были. А они с коммунистами знались. И все отняли у них, отобрали. Как отобрали? Ну как отняли и все. А они куда? А людей этих арестовали и отослали. Это раскулачивание. 29-й год. Еще 10 лет до моего рождения. Отец-то ничего не знает. А во мне совершался внутренний переход, как бы отец в меня переходил. Я сзади лежу. У него плащица такой брезентовый. И я слушаю его и плачу. А мне там 5-6-7 лет. Как же они посмели этих людей тронуть? Я вижу, как много гусей у них, овцы. И вдруг приходят люди, они мне казались какими-то не такими, не добрыми. Вот я вырасту, я им отомщу. А кого отомщу, когда никого нет? Он этого не понимал. Отец говорил, коммунисты. Это все коммунисты. У отца интересная была такая, когда увидел, что он политик, что хорошо живут коммунисты, он думал, я в очереди тоже буду коммунистом, а коммунистов не любил. А я думал, вот вырасту, я им отомщу. Этой целью стать террористом я пропитался с 5 лет. А для этого что нужно? Хорошо владеть ножом, лазить, нырять, ружья надо иметь. Я все это добыл. Я был добытчик. Знал это все. Сусликов ловил. Один день, помню, 70 штук поймал. Их надо ободрать, просушить и за 20 километров за год жив сырье отнести. И тебе дадут за него первый сорт 3 копейки, второй 5,4 десятых и третий первый сорт 6 копеек. А велосипед купить это 70 рублей там. Или 120 сейчас нет. Это 120 это уже эмалированные были обода. И мне надо это все было самому добывать. У родителей денег нету. А учиться в школе только 4 класса. А потом в село Корчино. Там тоже было 4 класса. Но вот я туда переехал, перешел учиться. И стало 5 классов. Я перешел в 6, там сделали 6 классов. И так до 10 класса там прибавляли классы. Вот в моей биографии было то, что я сегодня уже на исходе жизни, когда уже за бугор 70 лет перешел, мне 73 года, то, что я называю избранием Божьим. Избрание мое совершилось Богом в утробе матери, как говорит Давыд. У меня всегда было такое чувство, что я работаю не на полноту. Я должен лучше сделать. Помню тогда никаких там пестицидов не употребляли. А пшеницу надо было полоть. И там осод растет. Он руки колет. Особенно если на жаре подсохло. Иголочки в пальцах остаются где-то. По пальцу кровь течет. И я работал на жаре. У меня конопушки были. И нос почему-то слабый был, обгорал. Я репьем еще, помню, закрывал. И я старался столько сделать, чтобы не только то, что учительница похвалит. Она с нами вместе была. А то, что старники надо было с ним обороться. И как-то не было, чтобы пригляд. Смотрит, делает. Не смотрит, не делает. У нас этого не было. Я делаю и делаю. Мама говорила, что есть Бог. И есть рай, и есть ад. И она такую фразу повторяла. Бог сказал, терплю до конца, а буду мучить без конца. Потом, когда в руки мне попала вот эта Библия. Святая Библия. Вот у ней на корочке написано Святая Библия. Видите как? Какой это специальный такой нам экземпляр сделали. Патриаршая Библия. Она у нас на налое лежит. Я ее принес, чтобы похвалиться. Показать. Потом я нашел, что это в разрозненном состоянии находится. Терплю до конца. То есть, долго терпению Божий придет конец. И будет суд Божий. А там есть ад и мучения. У матери была книга о дедушке. Лицевая называется. Лицевая. То есть, с фотографиями. Как грешники мучаются. И мать говорила, вот этот человек плясал. В аду будет плясать на огненных гвоздях. Этого мне было достаточно. Больше я никогда не плясал. Она говорила, вот этот вот, кто матерец ругается. За язык подвешенный. Там крюк и язык. И я за всю жизнь, я думаю, это Аркадий сказал. Никакого научения не было. Мать сказала, нельзя воровать там. Нельзя вот то-то делать там. Блудить с женщинами. Меня Бог сохранил от этого. Потому что мозги ничто так не дырявит. Не отнимает, как блудная жизнь. Люди некоторые не понимают этого. Вот на бракососочетание. Знается с женщинами. А они все пустоголовые. Вот у отца, у отца говорю. У Льва Николаевича Толстого об этом написано. Когда он какого-то парня встретил. Рослого, красивого русского парня. Тот говорит, меня рекрутируют. В армию берут. А я спросил его, а ты женщин не знал? Он сказал, нет. То есть в такой старорежимной семье. Лев Толстой говорит, я слабый стал на глаза. Я сразу прослезился. Как это важно сохранить молодежь? Потому что та, которая курит, это явно, что у нее же не девушка. Если сюда придут мусульмане, они нас просто одним махом признают всех негодными. По сравнению с ними мы никто. У нас 100 развратностей, у них 0. Сравнивать не с чем. А 0 с любой цифрой бесконечная разница. И вот это мать говорила. И нельзя в школе пить. Почему нельзя? Мы из старообрядцев, без поповцев, кержаков. Родители. Но мы это не знали. Потом узнали. Но обзывали кержаки. Что должно быть священство, есть Библия. Нет. Я этого не знал. Но мне сказали, что Христос, это сын Марии. А что он сын Божий, я этого не знал. Я считал, Мария это выше, а сын, ну сын там после матери, ниже. А распяли его иуде, евреи. О! Значит, коммунистам мне надо еще присесть и евреев убивать. Это я все у себя в мозгах откладывал. Никому это было неизвестно. Но я был очень внимательный к слышанному. Как сейчас помню, какая-то тетка приехала, а мне уже, я большой был, уже лет шесть было. И она стояла с моей мамой в сенках и говорит, тебе, Мария, хорошо. У тебя ребята растут. А у меня девчонки растут. Сколько на них надо одежи? Да у тебя что, штанишки-то? Ходит он без рубахи, бегают. Мы первые это все ребята, а потом девчата у нас пошли. Я не знал, как это на девчонках и больше. Но я вышел и радостный такой, я мальчишка. То есть я был готовый еврей. Все у меня было. Я благодарю Бога, что я родился не девчонкой. Эти молитвы сами во мне складывались. У Бога все это было выберено. Как помню, сейчас я шел к отцу. Весной горели где-то далекие леса. И такая дымка стояла. На душе было очень тревожно. Я нес обед. Видимо, уже больше шести лет мне было. Один за шесть километров по степи. И вдруг я услышал гул в земле, как сейчас помню. И я упал на землю и стал слушать. И вот как сейчас помню, может что-то не так, не так сложилось во мне. Что будто бы я услышал, как витамины бегут по корешкам растений. И как все это зеленеет на земле. Я все время разрушал о Боге, о вечности. И я знал, что мне гореть в аду. Вот иногда люди сегодня приходят в церковь, свечку затеплил, поставил. Ну и все, вера этим окончилась. А дальше живут как. Я не делал, что люди делают. Я не был, как они, такие вот, совсем не признают, там насмехаются, пакости делают. У меня этого не было. Я жил в страхе Божьем. Но я знал мне быть в аду. Моя совесть меня не обманывала. Вот что самое важное. А сегодня, ну кто бы ни был, в церковь идут, деньги пожертвовали, там, машину подарили кому-то, там, священнику или архиерею. И уже они гоголем ходят. У меня все время внутри горело желание научиться по канону за едино умершего. Что, тетя умрет или мама, а я буду молиться. И этой молитвой я как-то помогу им там. Потому что они мои родители. А за тебя, за меня некому молиться. Я в аду буду гореть. И душа моя все время ощущала это огненное дыхание ада, отступничество. А когда уже научился считать, и поехал я в Барнаул учиться-то. А учиться как? Три рубля два тридцать билет стоил от разъезда подстепленной до Барнаула. Мать дала три рубля. Все, вот теперь иди живи. А как питаться, чем и никого не касалось. Денег нету. Ну, с собой я взял там хлеба. На зиму они давали мне два гуся щипаных. Я их по спичечному коробочку так померяю. И на всю зиму мне хватало. И вот как я оказался потом после школы. Закончил 10 классов. Это просто такие как бы мелочи. Но мне Бог открыл однажды небо. Это было примерно в шестом классе. Я шел к школе утром рано. Темнота была большая. И вдруг я заткнулся. И вдруг вижу свет. Я поднял голову. Вижу такое розовое. Вот как вот эта вот корочка. Небо распахнулось. Как створки. От горизонта до горизонта. Распахнулось. И потом. А я лежу на животе. Оно медленно-медленно стало сходиться. Я ничего больше не видел. Я испугался и никому не сказал. Но когда вернулся я домой в субботу. Зимой-то было. А мама моя и говорит. У нас еще было чудо-то какое. Тетка Палагея от отцова сестра. Она ходила за жеребцами. И она видела утром шла как небо раскрылось. Я говорю, а как? Так вот так, мать говорит. Как ножом разрезанное. И вот как красная материя посередке. А я говорю, мама, я это тоже видел. А в какое время видел? Она сказала, утром рано. Я утром рано шел. То есть это была не выдумка. Не плод фантазии какой-то. А зачем это было? Я ничего не видел. Но небо раскрылось и показалось. То есть Бог заложил во мне еще большую тоску. Что-то есть, а ты не знаешь. И когда уже приехала в Барнаул. Пошел в сельскохозяйственный институт. Сдал экзамены. А учиться-то пять лет. Мне надо думать о меньших братьях и сестрах. Как их кормить. Помогать родителям надо. Пошел за водой у хозяйки. А там слышу две говорят. Одна говорит, мой сын поступил в строительный техникум. Там учиться два с половиной года. На базе десяти классов. А у меня десять классов. Я спросил, а где он такой? Они сказали, да вот недалеко здесь совсем техникум. А сельскохозяйствен далеко был. Я на утро пошел туда. Меня эти документы приняли. Те экзамены засчитали. Ну, с института в техникум. Видимо, это можно делать. И я поступил. И закончил строительный техникум по промышленному гражданскому строительству. Это было в пятьдесят девятом году. Перед этим много было. Что увлекался там шахматами. Поступил в секцию стрельбы. Бокса. И у меня цель была одна. Та все еще цель была. Мстить. А дома было несколько оружий. Я непрерывно добывал. Покупал. Набивал патроны. И стрелял одной рукой. Пистолета-то нет. Одной рукой на велосипеде я мог у любого воробья снять. Но что интересно. Ходил охотиться на уток. Куропаток. И ни одной за всю жизнь не убил. Я любил наблюдать за птицами. С ружьем. Подкрался. Они меня не видят. То есть я мог бы ни одной не убил. Я забывал, зачем я туда пришел. Поэтому я знал, наверное, десятки гнезд каждой птицы. Первая книга, которую я купил, была книга о птицах. Страниц 560, так примерно помню. Большая книга. Как по следам, по крыльям, по полету, по крику определять. Некоторых птиц у нас не было. Спустя 30 лет впервые я эту птицу услышал ночью. Я определил, кто она такая, и я ее поймал. Воробьиный сыщик. Это просто сказать к тому, что надо научиться в ребенке это все подмечать. Чем он интересуется. Ну, мне дал Бог это счастье. Самому над собой трудиться. Все спортивные инструменты. Это когда-то там какие, турники, там лазить, кувыркаться, плавать, нырять. И вся деревня, ребятишки у меня конгатились. В футбол это все только у меня было. Я готовил себе команду из домашних. Я знал, как отомстить. Узнать, о ком больше всего жалоб. Уничтожить, близко не подходить. Летом сплю в саду у себя. Под головой нож. Ружье рядом с собакой. Жильем не дамся. Начинался пророкметово себя резать, колоть. Это все себя испытывал, делал. А у Бога было другое намечено. И теперь, когда я уже обучился в техникуме, в это время моя мечта стала подвигаться ближе. Я понял, я теперь могу достать настоящее ружье и может даже что-то сам сделать. Ну, когда кончил, направили работать в строго режимный лагерь Иркутской области из села Плишкино. Нынче я туда съездил и отблагодарил, что я там был живой и остался. Все книги, 38 книг подарил в это СИЗО. Ну, она не СИЗО, а лагерь тогда строго режимный был. Мужской и женский. И вот что интересно. У меня все время в жизни было недовольство самим собой. Вот это и есть вникать в самого себя. Помню, я уже работал над проектом дипломным. И в это время я очень много читал. В шестом классе я войну и мир уже там все это прочитал. И там на французском языке говорят, а у нас в школе иностранного языка не было. Учитель умер в пятом классе еще и учился. Просто не было. Тройку поставили и все. И я в техникуме спросил одного, почему тут все написано так, а у нас никто не может. Я спрашивал, никто не знает языка. А ты возьми да выучи. Вот эти слова мне нельзя было говорить. Я очень не люблю этого. Есть такой отец Сергий у Льва Толстого. И он говорит, во всем желал быть первым. Я не понимал это первым. Я просто знал, что я должен это знать. К вечеру я пошел к соседке. Узнал девчонка учиться. Достал учебник за пятый класс. И за шесть месяцев я уже разговаривал по-немецки. Считал газеты и выступал у немцев. Шесть месяцев самостоятельно. То есть я не знал, что у меня это есть. Это надо с чем-то толкнуть было. Побудить. Вот это, что сейчас записываем, это добрый человек. Мне сегодня на мой форум он работает тут. И говорит, свою биографию дайте. Потому что считать люди не привыкли. А вот такое, кнопочку нажать, посмотрят. Нужно, не нужно, я не знаю. Просто я привык слушаться. И вот проходит какое-то время. И вскоре отправляет меня работать в этот лагерь старой режимы. А там одна немка была. Она вышла за советского офицера. И, видимо, проторговалась. Ее посадили. И я с ней все время встречался. И она мне преподала вот самый настоящий Hochdeutsch. Это немецкий язык. Ну, настоящий. Не какой-то Plattdeutsch. Без всяких этих переходов. Чтобы прямо считать газеты и прочее. Вот. И меня призвали в армию. Люди как-то сегодня говорят, откосить надо уйти. И мы тогда не знали это. 59-й год. Когда я пешком пришел в Иркутск, в военкомат, я готов был военкома обнять. Меня в армию призывают. Я полгода проработал прорабом, 7 месяцев. Ни одного выходного и каждый день 2 смены. А я жил торот и ничего не знаю. Каждому нужно минимум 102%. 102% это один день засчитывается за 2. 121% один день за 3 засчитывается. А он не сделал. Мне надо обеспечить. У меня 250 человек, 6 объектов. А я жил торот и неполный 20 лет. Я ничего не видал. Я ничего не знаю. Поэтому в армии где-то, я не знаю, месяца 2 не прошло, я на 11 килограмм поправился. В учебке, когда гоняют. Попал в морфлот, подводный флот. Ну, это длинное. А потом в ракетной части премии образовывались. И со всех родов войск набирали, у кого 10 классов и выше. Тогда как-то с институтами почти никого и не было у нас. И в армии. Я уже занялся английским языком. Также за 6 месяцев вышел. Потом французским. Я много на 7 языках занимался. Теперь вижу, мне этого ничего не надо было. Но уже появились книги. Не книги даже, а толстые как брошюры. Александра Александровича Осипова. Это был профессор Ленинградской духовной семинарии Академии. Завербованный щекистами. Теперь это все пишут. И он открыто выступил. Его книги я доставал, эти брошюры. По 2 экземпляра. И где он нападает на что-то. Там какие-то цифры стоят. Это глава стих. Но я не знал, что это Библия, глава стих. И что из Библии, то не говорил. Но он брал выражение по-честному. А потом опровергал. Но я-то не знаю. Но и считая это, я уже анализом ума своего понимал. Он их опровергнуть не может. Что-то за этими словами есть большее, чем там написано. А так как бывает, что с той и с другой стороны попадал в божество. Я вырезал с той и с другой стороны. Из другой книги. Это если я вырежу, то на другой-то нельзя с стороны. И потом склеивал. У меня получалась книжка верующая. И когда сегодня люди не понимают этого, не ценят Слово Божие, они не знают, что такое духовный голод. И в это время в армии, помню, показали фильм, отверженный Викторой Бюго. Жанна Вальжана играет Жан Гебен. Я смотрел после нескольких экранизаций. Даже смотреть тошно. Это никуда не годится. Иногда говорят, ну это вы первый фильм посмотрели, поэтому у вас наложил отпечаток. Ничего подобного. Я, идиот, смотрел ни одну экранизацию. Но лучше, чем Евгений Миронов никто не сыграл. Именно я полюбил последнюю, причем она в соответствии действительности. Я как бы бунтовал против того, что есть. Вот однажды я прочитал, говорят, человек использует не более 4-5%, а иные, говорят, даже 3% потенциала своего, что в нем заложено. А остальное не востребовано. Как так? Вот с этим я не согласен. И поэтому я всегда брал барьер намного выше планку, чем вокруг меня окружающие люди. Это нельзя так жить. Я однажды посчитал, что один человек, там, Исаак Ютон, спал 3 часа. А почему я сплю больше? Все. Я довел свой сон 2,5 часа. Больше не спать. Постепенно дошел до этого уровня и нормально высыпался. Или Заров так спал. Считаем, Леонардо да Винчи. Но это надо спать урывками. Я проспал, допустим, час. А потом работаю. Проспал не час, а там сколько-то минут, 25 минут. А через 3 часа снова. Ну и в общей сложности так получается. Вот в армии, когда я посмотрел этот фильм, и там главная фраза была. Спасти не жизнь свою, но душу. Я около 7 раз в книгу дошел, прочитал, фильм несколько раз посмотрел. И стал говорить. Живем мы неправильно. Неправильно живем. Так жить нельзя. Но мне еще качество Бог дал. Это совесть. Я не знаю. Мне 73 года. Но думаю, что я ни разу в жизни не солгал. Не только матершинного слова не сказал. Умышленно. Хотя солгал. Я только сегодня заметил, что я солгал. Сегодня я читал. Вот здесь написано нам. Александр Второй. А я слепой. Плохой свет. И я сказал, Александр Первый. Ну ладно, я еще показывал заснято. Видно, что Александр Второй. И кто-то засмеется. Скажет, что он считает. Двойку от одиницы. Да я не видел. Кроме того, что я плохо слышу. У меня физическое повреждение. Перепонок. Но мне это как раз. И вот заметили, что я стал молиться. А в армии молиться было непросто. И еще что. Вот когда я маленький был. Брат старший, он что-то соврет. А я не могу этого сказать. Меня спрашивать, я сказать не могу. А я его очень любил. Он мастер был. Все мог делать. Ну такие там. Мне нужно лыжи сделать. А я ничего не умел делать. Я его любил. Не выскажешь как. Он меня деньги выманывал. Говорит, я в армию пойду заработаю. А я не знал, что в армии деньги не дают. Но я его любил просто. И вот это вот невосприятие лжи, оно косналось меня. Мать смотрит на меня. А я стою, у меня слезы текут. Почему? Он маму обманывает. Помню, алябушки делали. Называли сырщики. Это творог со сметаной. И мать выносила в сене. Потому что пост рождественники трогать нельзя. А брат идет, подцепит и съест. А мать не знала. Видимо, говорит, крысы появились. Опять стащили. Может, она так говорила с юмором. А я знаю, что брат утащил при мне. А сказать никак нельзя. Это мой любимый брат. А если меня допрашивают, начинают. А ты не знаешь, кто это взял? А брата спросил. Он говорит, нет, я не брал. А на мать смотрит. У меня опять слезы текут. Они определяли, что он врет. И вот это сохранилось на всю жизнь. Почему я православный? Православие не терпит лжи. Вот это во мне было заложено. Я потом поясню. Это все отдельные темы. И меня загребли в психиатрию первый раз. Потому что вышел какое-то там тайное постановление. Теперь называется злоупотребление советской психиатрии. Когда Никита Сергеевич Хрущев сказал, у нас нет политзаключенных, есть душевно больные. Тогда генерала Петра Григоренко взяли, вот этот, пишет Никипелов, институт дураков по Слифосовскому там. И меня упекли в 333-й военный госпиталь Хабаровский. А служил в это время я уже в Николаевске-на-Амуре. Хотя учебку проходил во Владивостоке, а первоначально служил на Камчатке. Это все опыт жизненный был. Нынче я поехал туда, достиг этого госпиталя и приложил все силы, чтобы эти книги подарить в госпиталь им. Но была неудача, потому что воскресенье, и это военный все-таки госпиталь. А обратно ехать не было времени заехать. Где я был, где я коснулся чего, мои друзья были. Я старался везде подарить библиотеке вот эти книги. Теперь, когда меня освободили, освободили, можно сказать, трагически. Так как я говорил, и говорил открыто, я говорил, я окончил институт международных отношений. В это время нужно было итальянским языком заниматься уже. Я выйду за границу. И мне сказали, никуда ты не выйдешь. Я не знал, как они могут за мной сидеть. А они поставили там особая статья в военном билете, что я такой-то. А за этой статьей там уже прочитывалось, кому надо. Я этого еще долго не знал. И когда последний раз меня уже надо было домой отпускать, отец им молитв войны, он пришел, ходатайствовал, и меня из птихиатрии этой выпустили. Но напоследок еще раз сделали укол. А уколы такие, тебя опрокидывают, руки там закручивают. У меня руки сейчас еще не поднимаются, уже полста лет назад было. И втыкают что-то, там висит 3 литра жидкости, и в тебя это вгоняет, все раздувается. А вы его привезете через неделю. А если бы я выпил, хотя бы стакан водки или что-то, сразу привезли. Но во мне внутри был огонь. Я устроился возить село, село зимой на больших санях. Едешь километров 5, потом обратно едешь оттуда. И приезжал я тогда, и лед, молоко держит в себе холод и жар. Бетончик стоит, я молоко долбил его, и с этой шугой со льдом пил. Вот такой во мне был огонь. Это, наверное, полгода держалось. А потом отошло. И вот я уехал в Латвию, стал искать, куда поехать. Ну, а куда поехать, я не знаю. Но в армии у нас служили латыши. Это люди, как на подбор все, эстонцы, литовцы, хорошие, высокие, рослые, трудолюбивые. Я туда поехал. Приехал в Латвию. Вот я об этом в прошлый раз говорил, что русские ведут себя неправильно. Спрашиваю, сколько лет живете? 18 лет. Ни языка не знают, ни уважения к традициям того народа, ни к культуре его. Я сразу еще не доезжая до Риги, дорогой постарался с латышами рядом сесть и стал спрашивать слова. Через три месяца я уже с ними разговаривал. В латышскую бригаду пошел. В это время я решил поступить в мореходное училище. Вернуть себя опять к своей специальности. Ну, сдал экзамены. Экзамены все сдал так, что без конкурса прошел. 14 человек был конкурс. Добился разрешения сдать, добивался разрешения сдать три курса за один год. По выбору комиссии на английском, немецком или французском. Я даже не знал, что это мне требуется и даст. А надо было проходить комиссию, а комиссию-то я не пройду, военный билет. Но в одном месте меня в Лейпаве как-то просмотрели. И теперь, когда нужно, чтобы документ был медицинский, я еду туда, там копию снимают. Я так вот как-то обходился. Получилось так, что на одном дне рождения в Латвии были. Это маленько пораньше, нужно сказать, еще чуть-чуть. И на чем Бог ловит? Вот интересно. Бог знает самые маленькие наши наклонности, таланты, Он их дает, потому что. Я с детства любил старушек. Это мама вложила. У нас были беспризорные бабушки в деревне. И мама всегда готовила на праздник там суп, пироги. И скажет, Игнаша, отнеси такое-то через всю деревню, я отнесу. Если у меня день рождения 10 июня, нас так приучили, что ангел-хранитель весь год ждет канона. А канон-то я не знаю, как молиться. А бабушка там на конце деревни, она знает. И я иду к ней с дарами и вместе с ней молюсь. А сам там 4-5 лет только. И вот это бабушки, это хорошо, они знают, как к Богу прийти. Вот это во мне сохранилось. Я сошел с корабля. В это время на корабле работал город Венсполс. Латвийская СССР тогда была она. И гляжу, идет бабушка. Несет сумки. Я сразу к ней, бабушка, разреши поднести. Сумки тяжелые, взял руки, дорога, разговариваю. И я говорю, бабушка, у вас есть тут верующие? А какие верующие? Ну, которые в Бога верят. Да кого, говорит, дом стоит. Я гляжу, правда, крест. Но крест как-то не такой. Всего 4-х конечных. Это были баптисты. Ну, я проводил ее, вернулся сюда, зашел. Зашел, говорит проповедник на латышском языке. Один подошел мне и говорит, вы понимаете, что я говорю? Я говорю, нет. А по-латышски разговариваю. Как же не понимаете? Вы же разговариваете. Я этих слов не знаю. А он мне говорит, да кого-то дверь выходит, а там русское собрание. Заходите к ним туда. Я зашел, правда, русское собрание, как сейчас помню, у них была большая простынь. И вышита на горной пропасть. Блаженно нищие духом. Я считаю, блаженно нищие духом. Я все знаю. Слово блаженно я не узнаю, что это такое. Как это? Нищие духом. У меня ни слова эти не складываются. Я и по-русски не понимаю. А у меня в кармане билет в кино. Я через... А они стали на колени, баптисты. Я по времени смотрю, надо идти. Я через ноги переступил, и за мной один вышел. Михаил Александрович Еремеев. И он говорит, а кто ты такой? Я сказал, ну вот я работаю матросом. А Бог рыбаков любит. Ну и дал адрес свой. Приходи к нам. Мы верующие. Побеседуем то другое. И когда следующее уже сколько дней прошло, мне на берег можно сходить было. Ну, знамя Лоцмский катерок приходит. А у нас корабль на рейде стоит. И я к ним пришел. Понятия никакого не было. Они оба низенькие ростом. А я посмотрел фильм «Туча над Борском». Посмотрите в ютубе. Про 50-ников. Как они жертву приносят. Я именно так и понимал. Пропаганда что значит? А они низенькие ростом, чернявые такие. И говорят так, думаю, вот тогда попал я. А сам смотрю, табуретка лежит. В случае чего, как по окну дам, я одним махом выбью эту раму-то. Я на улице, и ты меня не поймаешь. А они пятидесятники. Тогда власть объединила 50-ников и баптистов вместе. С евангельскими христианами еще. Ну вот мы зашли в комнату. И они мне дали черного книга. Новый светокнига. Помню, в дерматиновом переплете. Новый завет. Я открываю вначале. Авраам родил Исаака. Исаак родил какой-то как. Мужик родил мужика. Но это я знаю, что это не так. Считаю и дальше. Наконец, 18-й стих. Оказывается, Дева Мария. Я хотел выписывать. Гляжу, выписывать нечего. Тут все божественное. Когда они зашли, я уже где-то главу 7-ю, наверное, считал. Ну и как? Я говорю, книжка ваша хорошая. Так это не книжка. Это книга божественная. В ней все написано от Бога. Но что интересно, я занимался языками. А они на языках говорят. Гласолалия называется. Но они говорят, вот, а ты веришь, что человек может не уча изучить это, знать языки? А живут власти, а сами ни одного слова, можно сказать, не знают. Это как? Я уже убедился в этом. А они открывают вторая глава Деяния апостолов. Да как это так? Ни одного дня не учились, нет? Этого быть не может. Я вот испанским занимался, после этого грешенским сколько? Самостоятельно. А потом искал таких людей, чтобы проверить, как я произношение пленки, покупал диски, чтобы произношение совместить. Жить на пределе, как говорят. Но оказалось по-другому. А они говорят, мы сейчас будем молиться, ты будешь с нами молиться? Ну давайте молиться. Ну они стали, руки сложили там как это, по-своему-то-то. Ну а я как могу, я что знаю, Богородица, Деба, радуйся, достойно есть всякого истину. Ну я кланяюсь в землю, а они-то глаза зажмурят, слышат ветер, а в них в бурном ветре языки-то сошли. Они подумали, вот это да. Какого духовного брата нашли, что ветер поднялся тут у них, дух сошел. Но потом увидели, что они тогда про себя подумали, они потом рассказали. Мы подумали, сказали, ладно, пусть хоть так молятся. Когда я прочитал молитву-слух, ну и что, на колени-то остановись. Меня говорят, а я не становился, как на коленях-то. Я поклонился и встал. Я встал на колени и говорю, ну проси своими славами. Я этого не знаю, как своими славами. Ну тебе что-то надо. Ничего мне не надо. Ну что просто, здоровье, богатство, у меня все есть. К богатству.